Поросята Средний поросенок повернул ручку машины Желтые, зеленые и синие шарики выпали на землю Младший поросенок поднял один и сказал Ммм, пахнет как конфета И положил его себе в рот Он жевал и жевал и, наконец, закричал от радости Это фруктовые жвачки! Ура! Они все стали жевать жвачки и надувать пузыри Младший поросенок увидел в машине красный шарик жвачки О, это клубничный или вишневый вкус? Он стал быстро дергать за ручку машины Когда красный шарик уже почти упал в его ладошку Он внезапно подпрыгнул и покатился в лес И младший поросенок стал гнаться за ним Он наклонился низко к земле и искал шарик среди веток Когда вдруг из кустов высунулась когтистая лапа И это была лапа злого серого волка А-а-а! Помогите! Волк! Младший поросенок немедленно побежал к своим братьям Все трое в страхе спрятали за машиной Волк пришел в сад и сморщился Когда увидел огромную машину Потому что он совсем не любил игрушки Быстро сюда поросята А то я сейчас как дуну Прокричал он поросята Младший поросенок ответил Ты не можешь сломать ее! Волк набрал побольше воздуха И как дунул Как только он дунул Машина упала на землю и разбилась Все жвачки рассыпались по земле А-а-а! Что это за мерзость? Они наши! Они твои! Сказал средний поросенок волку О-о-о! Да! Теперь они мои! Сказал упрямый волк Ты не можешь их есть! О-о-о! Ну, смотрите! Волк бросил все жвачки себе в рот Пожевав их, он сказал Ну, они не тают Ну, давай, дуй сейчас И посмотрим, как ты все портишь Прокричал средний поросенок Ну, дунул и что? Сказал волк и дунул изо всех сил Волк все дул и дул И жвачка у него во рту Превратилась в гигантский шар Такой большой, что волк поднялся в воздух Полетел и исчез Помогите! Эта умная мысль спасла поросят От злого серого волка И так сердитый злой волк Заплатил цену за свое упрямство Откуда я знал? Три поросенка идут в поход Давным-давно на красивой лесной поляне Дружно жили мама-свинья Со своими тремя маленькими поросятами Однажды младший поросенок Ниф-Ниф Средний поросенок Наф-Наф И самый старший поросенок Ниф-Ниф Решили отправиться в поход Мама, все наши друзья уехали на летние каникулы Нам теперь не с кем играть Разреши нам разбить лагерь у озера Мама-свинья не могла отказать своим дорогим поросятам Это замечательная идея, дети мои Конечно, я разрешаю вам идти в поход Но обязательно выберите хорошее место для лагеря И убедитесь, что ваши палатки прочные Ура! 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 На следующий день поросята отправились в поход Но только они зашли в чащу леса Как их заприметил злой волк С острыми зубами и голодными глазами Ммм, какие сочненькие и аппетитненькие поросята Отличный будет завтрак Но братья даже не заметили следовавшего за ними волка Наконец Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф добрались до берега озера Там они нашли живописное место для лагеря Самый младший поросенок Ниф-Ниф решил поставить свой шалаш возле дерева Он собрал большие листья, чтобы построить домик И не успели его братья глазом моргнуть, как укрытие было готово Самый старший поросенок Нуф-Нуф подошел к младшему брату и посмотрел на его палатку Какая замечательная палатка, Ниф-Ниф, молодец! Но как ты думаешь, насколько она прочная? Да, конечно, прочная, братец! Средний поросенок Наф-Наф решил сделать свою палатку из камыша Для этого он собрал ростки на земле, соединил их вместе И тоже очень быстро закончил свою работу Но когда старший поросенок пришел к своему среднему брату И увидел палатку из тростника, он предупредил его Твоя палатка, конечно, хороша, но защитит ли она тебя? А случай опасности? Это же тростник! Да, конечно! Смотри, я выбрал самый высокий тростник Моя палатка ни за что не рухнет! Поскольку два маленьких поросенка так быстро поставили свои палатки Они начали играть и веселиться Тем временем страшный серый волк внимательно следил за ними из своего укрытия Пока младшие братья играли, Нуф-Нуф начал делать свою палатку из толстых ветвей деревьев Он работал почти до самого вечера Зато когда его убежище было готово, оно выглядело по-настоящему прочным Когда Ниф-Ниф и Наф-Наф увидели палатку своего старшего брата, они очень удивились Твоя палатка, конечно, прочная, но ты же все время работал и даже не смог с нами поиграть Когда наступил вечер и солнце усело, три поросенка решили пойти на морковную вечеринку в лес И, конечно, голодный волк последовал за ними Три поросенка увидели, что на этой вечеринке почти одни кролики Ну, конечно, это же была морковная вечеринка Ой, похоже, тут очень весело и вкусно Я хочу попробовать всю морковь Поросята подружились с кроликами и веселились с ними несколько часов подряд Гуляйте, поросята Завтра и мне будет очень весело, когда я вас съем Когда вечеринка закончилась, три поросенка валились с ног от усталости Они решили вернуться в свой лагерь А злой волк ждал их всю ночь Наутро, проснувшись в своем домике, Ниф-Ниф услышал снаружи шум Выходи на счет три, поросенок Иначе я уничтожу твою хижину одним ударом Моя палатка очень прочная, ты не разрушишь ее Ну, ладно Один Два Три Волк сделал глубокий и приглубокий вдох И сдулся листья с палатки поросенка Наспех построенный шалаш разлетелся на кусочки Ниф-Ниф едва спасся и побежал к шалашу своего брата Наф-Нафа Вскоре серый волк появился перед тростниковой хижиной среднего поросенка Я знаю, что вы оба там, глупые поросята Выходите, иначе я разнесу эту палатку одним ударом Моя палатка никогда не сломается Ха, ладно Раз Два Три Волк снова сделал глубокий вдох и сдул все камыши с палатки Наф-Нафа Братья поросята едва спаслись и стремглав побежали в домик своего старшего брата Братец, пусти нас! Волк сломал наши палатки! А теперь он идет сюда! Тогда нам нельзя терять ни минуты! Пойдемте со мной! Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф взялись за лопаты и вырыли перед палаткой глубокую яму Затем они выбрались из нее по лестнице Братья присыпали свою ловушку землей А затем спрятались в домике Нуф-Нуфа, который он сделал из крепких веток Как раз в это самое время голодный волк подошел к палатке Нуф-Нуфа Выходите, поросята! А то одним ударом я разнесу твою палатку в щапки! Не теряй времени, волк! Ты не сможешь разрушить мою палатку! Что ж, посмотрим! Раз, два, три! Волк набрал воздуха и стал дуть изо всех сил Но прочный домик остался невредим Волк подошел ближе и снова дунул Но ничего не получилось Укрытие даже не качнулось Волк сделал еще шаг ближе И вдруг Нееееет! Упал в яму, вырытую поросятами Увидев, что волк попался в ловушку Поросята выбежали из палатки И закрыли яму Затем братья отправились домой к своей маме Чтобы рассказать ей о случившемся Мама! Ты была права! Нам надо было быть осторожнее! Мы должны были проверить местность перед походом А самое главное Нам надо было установить прочные, надежные палатки Мама-свинья крепко обняла своих детей Она была очень счастлива, что они благополучно вернулись домой И все кончилось хорошо В глубине леса В маленьком домике Жили-были три поросенка Со своей мамой Однажды Мама позвала поросят Что если сегодня Мы сделаем пиццу вместе? У-ху! Да! Но у нас Кое-чего не хватает Кукурузы, лука и помидоров Я и мои братья пойдем и перенесем недостающие, мама Не волнуйся, мы быстро Итак, три поросенка отправились в путь Они решили разделиться Потому что каждый из них должен был принести разное Один пошел на кукурузное поле Один за луком А третий за помидорами А в это время По лесу рыскал Злой и страшный серый волк О-о-о! Этот запах! Поросята! Да! Запах поросят! Увидев впереди поросенка Волк отправился за ним Когда волк понял, что поросенок направляется к полю с луком Он побежал вперед И спрятался посреди высокого лука Вскоре поросенок тоже пришел на поле Он обнюхал луковицы одну за другой Чтобы отличить сладкие от горьких Когда он в очередной раз потянулся за луковицей Он дотронулся до уха волка Привет, поросенок! А-а-а! Волк! Спасите! Тихо! Спокойно, чемпион! Скажи, что ты делаешь на луковом поле? Поросенок рассказал волку, что он собирал лук для пиццы Когда волк понюхал лук, у него заслезились глаза Он сказал, что этот лук горький И что у него дома есть очень сладкий лук Немного подумав, поросенок согласился пойти с волком Они вместе скрылись из виду Был полдень Средний поросенок прибыл на кукурузное поле Но кукуруза была гораздо выше него И он не мог дотянуться до початков Он сложил несколько камней друг на друга И взобрался на них Он почти дотянулся до початка Но потерял равновесие и упал прямо в лапы волка А-а-а! Бозди! Волк! Волк осторожно поставил поросенка на землю И сказал, чтобы он не боялся Что ты делаешь здесь, поросенок? Ты чуть не воронился Собираю кукурузу для пиццы Не похоже на это, но хе-хе-хе-хе-хе-хе Как раз этим утром я собрал самые красивые початки Ведь я такой высокий Пойдем со мной, и я отдам их тебе Поросенок очень обрадовался доброжелательности волка Что ж, будет очень хорошо Я недостаточно высок, чтобы собрать ее Средний тоже исчез с волком Был уже почти вечер Старший поросенок собирал помидоры в широком поле Некоторые так вкусно пахли, что он сразу же проглотил их В животе у него было больше помидоров, чем в его корзине Пока он довольный бродил по полю Неожиданно он ударился головой о деревянную палку И упал на землю Посмотрев наверх, он увидел злого волка Переодетого чучела А-а-а! Помогите! Здесь волк! Эй, поросенок, спокойно! Я не укушу! Нет, я тебе не верю! Ты большой, плохой волк! Поросенок спросил волка Почему он стоит посреди поля, одетый как чучело? Когда волк сказал, что так он в свободное время помогает фермерам Он поверил в доброе намерение волка и успокоился Почему ты здесь, малыш? Вообще-то, я собираю томаты для пиццы Пицца? Люблю ее! Но просто томатов недостаточно Тебе нужно еще сыр, грибочки, перец И самое главное! Да! Самая главная вещь Это печка, поросенок! Печка! Если нету хорошей печки Все эти ингредиенты будут впустую Немного подумав Старший поросенок согласился с волком Потому что печь у них дома Была небольшой И не разогревалась достаточно Давай! Попробуй пиццу из моей печки Ты не сможешь остановиться! Поросенок принял предложение волка И они ушли вместе Когда село солнце И в небе появилась луна Мама с волнением ждала своих поросят домой А в это время из логова волка Доносились крики поросят Спомогите! 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 Оказалось, что все три поросенка Очутились в ловушке В логове волка Он обманул их И собирался проглотить Он наложил дров в печи И развел Большой огонь Забыл сказать вам, поросятки Моя любимая пицца Пицца со свининкой Поросята в страхе Жались друг к другу Когда волк Подкидывал еще дров в печку Чтобы огонь стал жарче Старший поросенок Увидел в стороне Открытый мешок муки Он с трудом дотянулся Набрал горсть муки И разделил ее Между братьями Когда злой волк Открывал дверцу клетки Собираясь отправить поросят в печь Они вместе Бросили муку в волка О, глаза! Где вы? Я ничего не вижу! Ну-ка быстро сюда! Волк ничего не видел Из-за облепившей Всю его морду Муки Воспользовавшись моментом Средний поросенок Толкнул волка в клетку А младший поросенок Запер его Как ты там говорил? Пицца со свининой? Ха! Сиди теперь с пустым животом Может, теперь ты Одумаешься? А мы пойдем есть Вкуснейшую пиццу Вперед, братья! Нет! Вы не можете уйти! Не оставляйте меня здесь! Наконец, поросята Собрали все, что нужно И пришли домой Их мама была очень рада Увидеть своих поросят Ах! Вы же всего лишь пошли за кукурузой Луком и помидорами Где же вы были? Я так волновалась! Поросята По порядку Рассказали о том, Что с ними случилось Потом Вместе Они испекли пиццу Было Очень вкусное И потрясающе пахло С того дня Три поросенка Пообещали маме Что никогда Ничего Не будут брать У незнакомца Не сказав Об этом ей А волку Пришлось довольствоваться Доносящимся Издалека Запахом пиццы Лев, мышь И сонный медведь Давным-давно В дремучем лесу Жил маленький мышонок А по соседству с ним Огромный медведь Косолапый Впал в спячку Еще несколько месяцев назад Но никак не просыпался И громко храпел Всю зиму Из-за громкого храпа медведя Мышонок не мог заснуть И однажды Он пришел к нему Чтобы разбудить Эй! Эй, Миша! Михаил Потапыч! Лето пришло! Пора вставать! Однако медведь Даже не шевельнулся Тогда мышонок Взял горн Подошел к спящему зверю И энергично дунул Но медведь И ухом не повел Мышонку Мышонку ничего не оставалось Как сонно бродить по лесу И вот он встретил своих друзей Что случилось, мышонок? Почему ты грустишь? Ох, даже не спрашивайте, друзья! Всю зиму я не мог заснуть Из-за храпа медведя Наступило лето А он все еще не встает Ммм, может быть, лев Царь зверей поможет тебе? Лев? Что-то мне не хочется Идти ко льву Попробовать стоит Ведь лев так громко Рычит, что все вскакивают Как только слышат его голос Хотя мышонок Немного испугался Все-таки он пошел К льву, царю зверей Чтобы просить его о помощи Лев спал перед своей пещерой Мышонок струсил Увидев его огромную гриву и клыки И решил поскорее вернуться домой Но тут он случайно наступил на ветку Лев проснулся И услышал тоненький дрожащий гонок Что за шум? Что ты делаешь у моей пещеры? Ой, царь зверей Прости, что разбудил тебя Я пришел просить тебя о помощи Помоги мне, пожалуйста Ты даже не настолько большой Чтобы быть хотя бы размером с закуску Дорогой грозный лев Ты должен разбудить моего соседа Большого медведя Он никак не проснется после спячки Ничто не помогает его разбудить Я всего маленький мышонок И у меня тихий голосок Медведь не слышит меня У меня нет времени на такую маленькую Бесполезную мышку, как ты Я царь зверей Лев не помог мышонку и ушел Он отошел подальше Спрятался за деревом Чтобы его никто не видел И начал чесаться, как сумасшедший Лев чесался изо всех сил И не хотел, чтобы кто-нибудь увидел его недуг Ведь он был царь зверей А мышонок грустно возвращался домой Вдруг из глубины леса он услышал хриплое дыхание Из любопытства он пошел туда, откуда доносился голос И увидел льва А лев без перерыва чесался Мышонок подошел к царю зверей И когда лев заметил его, то сразу перестал чесаться Уважаемый лев, что с тобой случилось? Не знаю, мышь Не знаю Я не могу остановиться Ой Ты ничего не видел и не слышал, мышонок Все ясно? Иди отсюда Своими крошечными глазками Мышонок присмотрелся к шкуре льва И увидел, как в его шерсти прыгает куча крошечных блох Теперь стало ясно, отчего так сильно чешется могучий царь Ой, ну тебя просто плохи Давай я помогу тебе Как ты можешь мне помочь? Ты просто мышь Оставь меня в покое Не обращая внимания на слова льва Мышонок храбро запрыгнул на него Что ты делаешь? Слезь с меня Малыш начал ползать по густой нечесанной шерсти и выбрасывать блох Но от этого льву стало еще хуже И он начал чесаться лапами Лев не выдержал зуда и прислонился спиной к дереву Он начал тереться шкурой о твердую кору Ой, он меня чуть не раздавил Слезь, я не могу, не могу остановиться Чем больше ты бегаешь по мне, тем больше я хочу чесаться Слезь, слезь с меня, мышка, хватит Лев побежал к ближайшему озеру И тут же прыгнул в воду Мышонок у него на спине чуть не утонул Уважаемый лев, срочно вылезайте из воды, или я утону Лев-царь зверей вышел из озера и принялся отряхиваться И делал это он так сильно и быстро, что мышонок едва успевал зацепиться за шерсть Ой, ой, я почти избавил вас от блох, уважаемый лев, еще чуть-чуть Лев наконец остановился Тем временем мышонок выбросил последних блох, оставшихся на его шкупу Ну, как вы себя теперь чувствуете? Хм, что ж, мне кажется, этот зуд исчез Потому что я вычистил на вас всех блох Льву стало стыдно, что он был так груб с мышонок Когда ты попросил меня помощи, я посмотрел на тебя свысока, мышонок Но ты все же сделал все, что было в твоих силах, чтобы выручить меня Спасибо! Пожалуйста, уважаемый лев! Давай, прыгай ко мне на спину, я отвезу тебя домой Когда мышонок и царь зверей пришли на место, то услышали громкий храп, доносившийся из берлоги старого медведя Ха, что за шум? Они вошли в пещеру А, ты был прав, малыш Лето пришло, а медведь еще спит Нужно немедленно разбудить его Лев глубоко вздохнул и мощно зарычал прямо в ухо большому медведя Весь лес пошел к ходунову Благодаря такому мощному реву, медведь наконец проснулся и выбежал наружу Что случилось? Что-нибудь случилось? Что случилось? Выглянуло солнце? Сейчас лето? Где я? Все лесные обитатели громко рассмеялись над глупым большим медведем А мышонок тоже был очень рад Ведь теперь он наконец сможет хорошенько выспаться Однажды поросенок Горки, грустный, сидел в саду К нему подошел его старший брат Порки Что случилось, Горки? Чего грустишь? Мне так скучно, братец, ничего не могу придумать, что делать Ты знаешь, вообще-то у меня идея Что это? Играть в грязи? От этого я тоже устал О нет, когда-то я был в месте, которое называется город Там был огромный парк развлечений, весь в огнях Может, пойдем туда? В этот момент поросята услышали хруст Они испугались, но затем продолжили оживленный разговор Ура! Парк развлечений! Услышав, как радуются Горки, его второй брат, Торки, тут же к ним присоединился Они снова услышали хруст Они не заметили, что из кустов их подслушивает волк Ммм, пойти в город и сходить в парк развлечений? Поймаю-ка я вас по дороге и покажу, что такое развлечение Но дорога далека и опасная А мы осторожны и будем по дороге защищать друг друга Пожалуйста, давай пойдем! Итак, три поросенка отправились в город А коварный волк последовал за ними После долгого пути по лесу Три поросенка очень устали Мои ножки болят от ходьбы Давайте отдохнем сейчас С помощью своего старшего брата Поросята сделали палатку Из листьев и веток Они забрались в нее и глубоко уснули А в это время волк бродил где-то поблизости Пытаясь учуять поросят Где же эти поросятки? Спустя несколько часов младший поросенок очень проголодался Не разбудив своих братьев, он вышел из палатки, чтобы поискать еду Впереди он увидел яблоню Он уже почти дотянулся, чтобы сорвать три яблока Как вдруг прямо перед ним появился волк Это то, чего ты хочешь, поросеночек? Спасите! Волк! Волк уже почти схватил гурки, но поросенку удалось выскользнуть из лап волка и он убежал к братьям Братья, просыпайтесь сейчас же! Здесь волк! Вот там волк! Три поросенка в страхе жались друг другу в палатке Откройте дверь и пустите меня, поросята! Или я вдохну и дуну и сдую ваш шалаш! Ты не сможешь это сделать! Шалаш крепкий! Сказав это, волк как дуну издул палатку Три поросенка были поражены А-ха-ха! Ну и как вы теперь убежите? Средний поросенок Торки показал волку на дерево О, нет! Это что там, большой медведь вот там? Что? А? Медведь? Где он? Когда волк отвлекся, поросята поспешили прочь Вскоре им повстречалась маленькая заброшенная ферма Смотрите, братья, это ферма! Вперед! Спрячемся там! Один за другим поросята спрятались в стоге салона Но младший поросенок Гурки оставил на верхушке стога свою шапочку Коварный волк, который был очень голоден, искал поросят повсюду Когда он увидел ферму, то подумал, что может найти там что-нибудь поесть Когда он туда входил, в стороне он заметил стог сена и шапочку на нем Вот! Поросятки, наверное, в этом стогу сена! Я нашел вас! Ха-ха-ха-ха-ха! Когда поросята, затаившись, ждали, они снова услышали хруст А-а-а! Волк опять нашел нас? Тсссс! Давайте тихо! Злой волк переоделся в фермера и пришел во двор А-а-а! Это так сложно быть старым! Я так хочу, чтобы мне кто-то помог отнести продукты на ферму Поросята тихонько ждали И тогда мы устроили бы пир Эй! Это, наверное, фермер! Если поможем ему, то отлично перекусим! Нет! Это может быть волк! Не будем выходить! Так вы не поможете фермеру поросята! Тогда я вдохну и дуну, и сдую этот стог сена! Волк набрал побольше воздуха и как дунул Когда стог соломы сдуло, три поросенка пустились на утек Ну-ка сюда! Я съем вас! Сбившись с пути, три поросенка постепенно оказались на вершине горы Перед ними была подлая гиена Вау! Еда сама ко мне пришла! Старший из братьев порки встал перед поросятами, чтобы защитить их Прочь от нас, гиена! Средний брат увидел, что над ними летает стервятник Б-б-братец, смотри, это стервятник! Поросята были очень далеко от дома Это сделало их легкой добычей для хищников Три поросенка были в ужасе Они не знали, как избавиться от них Пока гиена ходила вокруг, выбирая, кого съесть первым Он вдруг побежал прямо к горке И тут появился волк Он прыгнул прямо перед гиеной Не трогай их! Волк следил за поросятами с самой фермы В этот раз, однако, он взял на себя гиену, чтобы их защитить Своими страшными когтями он отпугнул гиену одним движением Но на этом опасность не закончилась Волк, берегись! Стервятник атакует! Волк страшно завыл, когда стервятник, широко расправив крылья, летел по направлению к поросятам Стервятник так напугал бой волка, что он развернулся и полетел прочь от поросят В ужасе от стервятника поросята почти упали с утеса Не-е-е! Пада-е-е-е! Спасите-е-е! Волк быстро пришел на помощь. Одним рывком своей сильной лапы он вытащил их всех. Спасибо, Волк! Почему ты помог? Потому что я должен съесть вас, поросята! Идите прямо от этого камня. Ваш дом там. И в этот раз будьте осторожны. Спасенные волком поросята долго шли в указанном им направлении. И, наконец, пришли домой. Они пообещали, что никогда не будут уходить далеко без присмотра взрослых. На следующий день раздался стук. Поросятки, откройте дверь и пустите меня! Или я вдохну и дуну и сдую ваш домик! Ты знаешь, что не сможешь его разрушить! Вы не верите? Тогда раз, два, три! С того дня, коварный волк и три поросенка поняли, как важно быть вместе против опасности и жили долго и счастливо. В то утро золотовласка была очень-очень взволнованна, потому что она собиралась покататься на велосипеде, который купила ей мама первый раз. Будь осторожна, далеко не едь! Когда золотовласка села на свой велосипед, сперва она немного повихляла, а потом стала так крутить педали, словно она летела. Она ехала так быстро, что когда она немного притормозила и остановилась, она поняла, что никогда прежде не была в этом месте. А? Где это я? А? Я раньше никогда не бывала в этой части леса! Когда золотовласка поняла, что уехала далеко от дома, она немного встревожилась и решила вернуться. Когда она неслась на велосипеде на огромной скорости, она услышала хлопок и ее отбросило в одну сторону, а велосипед в другую сторону дороги. Золотовласка плакала и от того, что ей было больно, и от того, что у нее лопнула шина. Но плакала не только золотовласка. Она поднялась, чтобы посмотреть, кто еще плакал, кроме нее самой. Она подхватила свой велосипед и пошла в ту сторону, откуда доносился плач. Недалеко она увидела поросенка, который плакал. Поросенок? Вау! А ты кто? Не бойся, я золотовласка. Почему ты плачешь, поросенок? Мой скейтборд! Я потерял мой скейт! А? Тише, не плачь! Смотри, у меня тоже лопнула шина. Я много плакала, но это не помогло мне починить мое колесо. Когда поросенок Гурки увидел спущенную шину, он забыл о своем скейтборде и немного успокоился. Какой красивый велосипед! Да, красивый, но еще я не знаю, как попасть домой. Мне нужно быть дома до вечера. Поросенок забыл ненадолго о своем скейтборде, когда ему стало жалко золотовласку. Он сказал ей, что знает в лесу каждую тропинку и поможет ей. И возможно, пока они будут идти, он также найдет свой скейтборд. И так золотовласка и Гурки отправились в путь. Однако, вскоре, прямо перед ними, появился огромный волк. Это волк! Не бойся, поросенок. Может быть, он тоже что-то потерял. Здравствуй, волк! Волк медленно направился к ним. Он был голоден. Да, я потерял еду. Но, кажется, нашел ее. Как думаете, кого из вас сожрать первым? Поняв, какой волк злой, золотовласка очень испугалась, но ступила вперед, чтобы защитить поросенка. В это время охотники ходят по лесу и ищут волков. Они тебя поймают, прежде чем ты сможешь нам навредить. Волк отступил назад, когда услышал то, что сказала золотовласка. Охотники? О, я так боюсь! Быстрым движением волк прыгнул на них. Поросенку удалось освободиться и убежать. Однако золотовласка попалась в когти волка. А-а-а! Помогите! Помогите мне! Меня поймал волк! Волк побежал в свое логово, держа золотовласку в лапах. Сначала я съем тебя, а потом вернусь и поймаю поросенка! А-а-а! И хотя курки побежал вслед за волком, он упустил его, потому что не мог бежать быстро. Он вернулся домой, чтобы попросить о помощи своих братьев. А в это время жадный волк уже привязал золотовласку к камню в своем логове. Ну что ж, девочка, ты жди здесь. Пойду поймаю поросенка, и будет отличный ужин! Когда волк выходил из своего логова, золотовласка заметила в углу скейтборд. А-а-а! Это же скейтборд поросенка-горки! Так это ты его украл! А-а-а! Волк очень рассердился на золотовласку, которая назвала его вором. Он взял скейтборд, забрался на него и стал забавляться, катаясь из стороны в сторону. Теперь это мой скейтборд! Я даже собираюсь нацарапать когтями свое имя на нем! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! У-ху! Хе-хе-хе-хе! А в это время поросенок-горки и его братья наконец пришли к логову. Но поскольку волк был очень занят со скейтбордом, он их не заметил. Гурки потихоньку подошел к золотовласке. Привет, поросенок! Ты пришел меня спасти? Да! Тихо, золотовласка! Гурки быстро развязал золотовласку. Волк обернулся со скейтбордом в руках и встретился взглядом с гурки и золотовлаской. Что? Поросенок крадет мою еду? Мой скейтборд! Это мой скейтборд! Вот, в лапах волка! Волк отбросил в сторону скейтборд, чтобы броситься на гурки и золотовласку. И когда он бежал к ним, вошли братья-гурки. Из своих карманов они вынули каштаны в кожуре с шипами и стали бросаться в волка. Когда волк наступил на каштаны, он споткнулся и упал. Ай! Что это? Мне больно! Ну, поросятки, я поймаю вас! Однако, это его не остановило, и он снова поднялся. Он уже собирался броситься на поросят прямо с висящими на нем каштанами. Когда гурки схватил скейтборд и быстро сбежал на нем из пещеры, подхватив по пути золотовласку и братьев. Мы это сделали! Ха-ха! Ура! 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 Волк смотрел на убегающих поросят и золотовласку. Ох! Фу! Волк понял слишком поздно, что брать вещи, которые тебе не принадлежат, это плохо. Когда они избавились от волка и приехали в домик поросят, золотовласку ожидал сюрприз. Давай! Открывай! Когда золотовласка сняла покрывало, она увидела свой велосипед, который уже отремонтировали. И она была очень рада. Ага! О, вы починили мое колесо! Спасибо, поросята! Гурки забрался на свой скейтборд, а золотовласка на свой велосипед, и они отправились домой. С того дня золотовласка и поросенок Гурки подружились на всю жизнь. Подружились на всю жизнь.